Смотрите, на самом деле эта картинка, она, ну, во-первых, она правильная, во-первых, надо признать, что она, безусловно, правильная, что называется, да, вот, это одна из тех самых методических штучек, когда люди себе, там, придумывают третью окружность, и после чего долго мучаются, смотрите, когда у нас есть не стало, вот давайте вернемся к начальной задачи, вот, у нас здесь прямая, у нас есть точка, вспоминаем, что мы сегодня делали, мы сегодня с вами умели делать такое простое построение, как провести окружность, это построение номер один, умели? Мы с вами умеем делать такую вещь, как провести вторую окружность, вот, это одна, да, вот, и, завете, точка может быть действительно любой, так вот, провести вторую окружность, окружность с центром напрямой, проходящую через эту, на картинке становится на одну окружность меньше, дело в том, что вот та окружность, которую я пересекал напрямую, она простическая, то есть, ее можно рисовать, но можно и не рисовать, и вы проводите перкатикулярно, вы проводите перкатикулярно, поскольку сегодня у нас было, что такое дельтоид, что такое два равнометных треугольника с общим основанием, вы и помните, помните, у нас была такая фигура сегодня, два равнометных треугольника с общим основанием, и вы сегодня доказывали, что у этих треугольников, что у этих треугольников диагонали перкатикулярны, вот такого четыреугольника диагонали перкатикулярны, дельтоид, смысл в том, что у этих треугольников у нас сегодня на самом деле все это было, чем отличается предыдущая картинка от этой? Добавлением одной окружности и, соответственно, добавлением вот этого рассуждения при середине перкатикулярны и так далее. Дело в том, что если вы заставите эти окружности стать одному ракурсу, то тогда эта прямая станет серединным перкатикулярным к этому отрезку. Ну и тогда нужно объяснять, почему вы лежите середины перкатикулярен, чтобы очень понятно, если мы проведем окружность. Если вот эти две точки мы возьмем не просто любыми точками, а если мы их получим при пересечении с прямой окружностью с этим центром, тогда, конечно, у нас будет серединный перкатикуляр, я сейчас подберу, чтобы они были более-менее одного ракурс. Видно? Тогда это серединный перкатикуляр. Но если эта точка куда-то уехала, или вот эта точка куда-то уехала, то от этого ничего не меняется. Если они здесь, если они здесь, все равно, картинка остается, перпендикуляр остается, потому что у вас все равно два равнобедренных треугольника с общим основанием. И вот этот отрезок – это высота бисектриса и медиана вот в этом треугольнике. И вот этот вот отрезочек – это высота бисектриса и медиана вот в этом треугольнике. Так, и ну честно, это правда понятен. Еще раз, построение состоит в том, что мы берем две окружности. Вот это вот, как я нарисовал, потому что потом для, просто сюда, для высоты. Построение состоит в том, что мы берем две окружности, центры у которых, поверьте, в том, что вы учили, эти окружности тоже есть. Только они там вторая и третья. Вот у вас в чем-то было как написано? То есть берешь точку, проводишь окружность, чтобы найти, внимание, две произвольные точки напрямую. Две произвольные точки, две равно удаленные точки. Ну, если вы хотите, чтобы эта линия была серединой перпендикулярной, тогда вы должны сделать, чтобы эти две точки были бы равны удалены. Если вам все равно, середина перпендикулярной, если вам нужен просто перпендикулярной, тогда отгодятся любые две окружности. То есть, когда вы проводите через центр окружности прямым углом, то окружность делится пополам. И, соответственно, вот это вот называется хорда окружности, а это называется, вот это общая хорда двух окружностей, а это называется линия центров. Вот линия центров, она всегда перпендикулярна к хорде, к общей хорде двух окружностей. Ну, просто вот так, я не знаю, снеговик-то пустого. Просто снеговик-то. Хотели, я не знаю, если вы верну эту картинку, и он станет просто действительно снеговиком. Живейте!